всем привет сегодня я продолжаю серию железная кухня и у меня очень много железок алюминиевых деталей которые надо переделывать это все детали от audi a6 компрессорной про нее я уже выкладывал несколько видео на своем канале переходите посмотрите в описании есть все ссылки и что же я буду делать сегодня вот радиатор вот он усилитель вот здесь надо будет его распилить и вставить до уровня вот этой перегородки перегородка раньше была для вентиляции для лучшего продувки основного радиатора чтобы воздух пролетал сквозь этот усилитель то же время были сделаны ребра жесткости чтобы он остался какой-то прочной конструкции но теперь останется его половина и часть силовой конструкции возьмет на себя это ли радиатор тоже алюминиевый так что начну пилить а там уже посмотрим что из этого всего получится так но прежде всего надо будет спилить мешающие вот этим ножки такие они были красивые и функциональные но придется от них избавиться к сожалению потому что они мешают поэтому первым спилю именно эти ножки так вот лапки все отломались четыре таких красивых лапки на правильном сайлентблоке ну то есть все здорово по уму но нам их поставить некуда поэтому пока их в топку так и дальше теперь можно более-менее разметить радиатор в усилителе сделаю это усилителя середина чтобы радиатор то примерно по центру поставить так интеркулеров точнее радиатор у нас 67 значит 33 с половиной у него центр вот здесь и того эта конструкция должна сойтись вот так соответственно если верхнее ребро останется вот этой жесткости то вырезать придется вот как-то вот так с этой стороны и вот так с этой стороны так надо будет удалить это все 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 при том что самое интересное что здесь находится место крепления усилителя то есть усилитель останется двух болтах интересная конструкция получается не очень представляет это конструкция будет надежно работать потому что останется на двух болтах крепления должна была на четырех но в общем-то пожелание клиента тут главное так что придется сделаю так а то пусть смотрит дальше я как-то не очень за такое расположение ну ладно распилю усилитель это посмотрим ну вот такой кусок оттуда удалился ну вырезала чуть чуть меньше как раз хорошо я теперь могу аккуратненько подточить до нужного размера это я уже сделаю шлифовальным кругом еще чуть-чуть еще немного так да все распилена теперь можно это попробовать прихватить сейчас только почищу еще места для сварки резку я закончил теперь можно все это примерить и приварить вот такая вот конструкция получится ну заборник воздуха останется наполовину усилитель конечно покромсался но осталось три болта как минимум от крепления то есть не все болты пострадали с одной стороны осталось два болта с другой стороны остался один болт сейчас я прихвачу эту конструкцию на несколько точек для того что была возможность это все примерить на машине ну и поеду примерять на машине а потом уже приеду обваривать если все нормально либо скорректирую по факту все конструкция на трех точек она держится жестко и куда она не денется и даже можно сейчас прикручивать и ставить и такую штуку я повезу сейчас другой сервис на то чтобы это все примерить потом посмотрим что получится вот так а вот его место крепления я думал мы выпилили одно ну чё точно он в принципе держится и можно так оставить в глубине как он стоит вот так как сейчас ну в общем этот грубо говоря сантиметр а смотри тогда смотри я ему нижнее крепление делаю прям в плоскости смотри вот так можно то есть смотрите будет площадка вот та приварена и снизу она будет прикручиваться закрутиться все это мы можем обваривать да то есть как бы здесь вот ну бампер до бампер то я не я добрался до машины вот он мой радиатор который сейчас висит на прихватках но все подошел в принципе с первого раза он вошел полностью куда мы уходили поставить но на этом заморочки совершенно не закончились потому что надо будет еще поставить вот такие клапана который будет перекрывать определенные трассы а для них надо будет сделать здесь еще одну глобальную трубу и в общем с этой трубой тоже все в навесном режиме надо будет делать отдельно так что я сейчас поеду обратно к себе все это заварю об этом приеду сюда примерю и тогда уже посмотрим как насколько это все подошло теперь радиатор и усилитель бампера это одно целое я их обварил и надо ставить масляный радиатор как мы разметили на машине масляный радиатор будет стоять где-то вот здесь для этого придется сделать ему кронштейны и эти кронштейны должны быть приварены к низу усилителя бампера ну и соответственно вверх надо сделать какой-то крепеж чтобы содержалось сверху тоже в общем если нижняя сторона есть просто опоры наверно со сдвигом поэтому с них и начну сейчас размечу просверлю отверстия приварю их а уже потом буду делать верхнее крепление под этот радиатор и вот у меня есть какая-то старая железяка который как нельзя кстати подойдет можно будет срезать вот это место она как раз получится с ребром жесткости и просверлить отверстие и сделать из него закладные сейчас так и сделаем так радиатор высотой точнее толщиной 4 сантиметра здесь у нас тоже примерно 4 сантиметра в основе и плюс сантиметр между ними и того 9 9 сантиметров будет эта штука но учитывая что у меня она 15 сантиметров соответственно я его разделена 2 по 7 с половиной и будет замечательные такие крепления сейчас сверлю отверстия под крепление этого радиатора и соответственно обрезок их приварю но вот такая в итоге должна получиться конструкция вот крепление с ребрами жесткости примерно вылет радиатора должен быть в районе сантиметра сейчас но чуть поменьше надо будет учить изглубить а вот здесь наверное уже сантиметр да здесь есть в общем ставлю сейчас прихватки и все нижнее крепление можно сказать готово закручиваться она здесь будет на болты и все довольно таки симпатично прям даже очень я думаю верхнее крепление придется сделать как-то вот так то есть поставить стоечки от них уже подать ушки приварить закладные и сделать небольшие ребра жесткости чтобы эта конструкция была все-таки крепкая сделаю из таких вот профилей стойки и к ним уже ушки был бы я сейчас возле машины я бы примерил бы посмотрел бы можно ли бы поставить вот эти стойки вот так под углом но машины рядом нет поэтому придется ставить ровно потому что не знаю что здесь может помешаться али да ну трубки начинают да еще наверное остался часик потому что крепление для верхнего радиатора для масляного я сделал честно говоря снимать все подряд как-то утомительно да и вообще кому это надо поэтому я выключил камеру и по-быстрому сделал верхнее крепление вот получилось в результате одно вот такое то есть я немножко переделал свою идею по поводу установки квадратных стоек сделайте стойки более аккуратными вот крепления верхние и нижние получились вот именно такими ну в принципе можно но только смысл я так скоро к трубке закончу еду к но там его прикрутить то два болта ну как как хотите мне без разницы я готова все тут недолго да недолго надо сейчас сделать трубки вот звонил владелец так сначала радиатор надо закончить с ним как крепится теперь радиатор вот верхние и нижние крепления я сделал и в принципе он туда ставится теперь как штатный вот так он сюда устанавливается на верхние крепления на нижние крепления и так аккуратненько в распорчик становится закручивается снизу на свои посадочные места сверху на посадочные места кстати установил сейчас неправильно выходы должны быть с той стороны но он симметричный потом переставлю а сейчас мне надо заняться другим а именно как раз теми трубками по которых я сейчас разговаривал с владельцем это замороченная система надо взять для вот этой трубки сделать выход наверх вообще у меня тут целый набор этих трубок так вот надо сделать трубку наверх потом переход в такой штуцер фитинг для установки клапана потом сверху будет еще один такой фитинг прикручен и в нем выход на шланг таких выходов на шланг будет несколько по бокам по это вот здесь он будет приварен уже к этой трубки но в общем самое замороченное это тройник который нужно сделать такой вот необычный тройничок то есть надо взять вот эту трубку с двумя пометками поставить ее сюда в эту трубку с одной пометкой поставить вот сюда что же получается получается вот такой тройничок и пешечка здесь вход под шланг здесь вход под шланг и вот здесь вход под шланг вот эту мы перекроем соответственно будет такая штука будет она соединять три силиконовых шланга ну вот трубками сейчас и займусь смеэтка вот 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 и закончилась двухдневная эпопея с этими трубочками и радиаторами и вот такая получилась в итоге конструкция в принципе она довольно интересная мне в общем-то нравится конечно если нюансы то что силовая конструкция самого усилителя бампера теперь не такая силовая но в целом хоть какой-то усилитель все-таки есть и компактно установлен радиатор масляный и радиатор водяного охлаждения также я сделал трубочки для всех новых магистралей охлаждения этого компрессора вот такие получились девайсы ну и теперь заключительным шагом надо поехать и все это примерить потому что все-таки все это делалось без машины хотя радиатор уж точно встанут а вот трубочках и не то чтобы не уверен но все-таки надо посмотреть как это все будет выглядеть на машине поэтому сейчас я поеду и посмотрю как это будет выглядеть не знаю какую смонтирую я серию длинную или короткую но явно не очень короткую потому что очень много работы здесь было хотя работа вся может быть такая локальная пилим режем пилим режем а такого глобального результата какого-то нет вот какие-то радиаторы стоят на каких-то креплениях на какой-то машине но в любом случае если вам нравится эта рубрика моя железная кухня пишите комментарии ставьте лайки дизлайки репостите друзьям так но вот это называется техно порно потому что такого разнообразия и какого количества охлаждающих радиаторов на одной машине не бывает все радиаторы стали все трубки я сварил все что не подошло все подошло с силиконом силикон всегда все соберет куда надо и впоследствии я расскажу конечно об этой машине все подробно а сейчас самое главное что все на месте все будет работать тот расширительный бачок который я делал вот он теперь здесь здесь вся система охлаждения этого компрессора сам компрессор и все что мы переделали здесь но как это будет работать мы увидим чуть позже в отдельном видео обещаю вам что сниму про эту машину видео подробное обо всех ее системах и ништяках машина замороченная самая замороченная машина которая есть в этом классе ну а на сегодня это все подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки не забывайте делать репосты всем удачи всем пока